Мы ходим по мужчинам, это злоё. У нас все делается. Короче, надо же понять, кому делать, кому не делать. Может, Аньке будешь мне? А так, что скажешь? Идеальная идея. Это ужасное лобное, по моему мнению. Потому что мы с тобой... Точнее, не мы с тобой, я запутался, и непонятно, что нёс, нёс абсолютно неправду, обманывая самого себя, тебя и всех остальных. И это было видно, это было понятно, а дел я этого ровно потому, что сам себя в моменте не понимал. Сейчас понял, рад, с удовольствием, потом всем и расскажу. А ты как себя чувствовала? Я чувствовала себя убедительно. Да. Но я просто в тебя верила и верю. Буду верить дальше. Я не хотелось никого обманывать, и не хотелось вообще никаких таких конфликтных ситуаций. Просто хотелось любить, и хочется любить. Короче, мы с Аней же хотим делать грудь, и мы собираем мужское мнение. Причем лучше все, ну, все мальчики в Европе, не типа, потрогали, но просто нам надо понять сейчас к себе, делать или нет. Это нам мужское мнение. Я не мамолог, девочки. Вот так. Снимите попальники. В смысле? В смысле? В смысле, а что такое? Да пошли туда, я тебе покажу, пошли. Да просто подними и все. Да ну блин, а если с ним не может еще? Я не хочу, я так. Ну, пошли. Идем в туалет. Пройдем в туалет. Нам мужское мнение надо. Причем просто. Иди, иди. Все, да. Да идем. Давайте. Смотри. Закрой. Пошли. Что вообще? Неужели он реально пошел? Неужели просто? Я не думала, что мы сможем его на такое развести. То, что он идет и держит дверь, закрывает и говорит, ну давайте. Я офигела. Я думаю, блин. Ничега его легко раскрутить. Я просто в этот момент думала, что Маша вообще там сидит? Почему он сюда не идет? Дверь эту не ломает? Потому что что у них за отношения? Какое я себя чувствую в тот момент, когда он ушел с ними. Ненужной. Пустотой. Ненужной пустотой. Ты лучше потрогать. Смотри. Я просто не за слов только хочу. Вот так вот. Маленькая хорошая ручка. Ты не знала я делать больше? Да, маленькая я делать. Ой. Не трогай меня. Он смотрел, сказался вот. Это меня расстроило, разозлило, удивило. Потому что я его такого не ожидала. Можно, пожалуйста, потрогать и не смотреть на чужие сиськи? Чувак. Дебильнейшая ситуация. Ну, Забор, в чем? А почему ты позволяешь себе смотреть на чужие сиськи? Тогда ты уже в отношениях с Машей. Не, мне все равно было. Они хотели, чтобы я их сиськи потрогал. Я их сиськи трогать не хотел. Понимаешь? Ну, посмотрел. Или трогал мы сильно? Нет. Нет, если ты это сделал, значит, что я сделаю. Что? Ну, посмотри. Что, сисьек не видел, что ли? Особенно маленьких? Ну, просто у тебя первый день, когда у меня девочка пришла, а ты уже сиськи смотришь других баб. Это как-то что-то не особо. Ну, еще хочешь показать? Я уже показала. Я тебя не видел. Он не трогал, говорит. Он не трогал. Нет, конечно. Подождите, это как конфетку дать поюткой? Я не буду трогать. Я не буду трогать. Я не буду трогать. Скажи нам их не надо. Или нет. Я не будуします. Вышли мы на кухню, ребята начинают расспрашивать Игната, Игнат начинает оправдываться. Мне, в принципе, все это ответит. Для меня это та ситуация, которая произошла, и еще и ребята поднимают этот вопрос. И то, что Игнат начинает отвечать, это просто отвратительно. Юлия 36.